Всем привет! У меня сегодня новое видео. Сегодня хочу рассказать вам об аромате Alien Hypersense. И этот аромат вышел не так давно. У меня есть пробник этого аромата. Подписывайтесь на мой канал, я вам буду пока рассказывать. Пробник у меня вот такой. Это не фабричный пробник. В магазине фабричных пробников уже не было. Все улетели к клиентам. И мне сделали пробник. Мне просто перелили из тестерного флакона вот сюда. И я попшикала этот аромат на руку. И мне стало непонятно, что это. Я даже несколько раз подносила флакон к глазам. Смотреть вот так. Потому что я не понимала, тот ли я флакон взяла. Флакон, он отличается. Он отличается от классического флакона. В интернете гуляет очень много фоток. Очень красивые фотки. Такие, знаете, переливы от красного, фиолетового. Что-то такое, знаете, очень космическое, очень классное. На самом деле, когда вы держите флакон в руках, эти переливы, они не так заметны. Поэтому мне даже несколько раз приходилось его брать в руки, чтобы удостовериться, что это он, что это тот новый флакон. Я вам сейчас расскажу, что есть в этом аромате. Груша, зеленый мандарин, жасмин, самбак, индийский жасмин, кашмиран, амбервод, высушенная древесина и мускус. Почему мне пришлось подносить несколько раз, вот так вот убеждаться, что это тот самый аромат. Дело в том, что когда я его напшикала на себя, как же он похож. Как же он похож на классический Элион. Я была немножечко в недоумении, потому что я не понимаю, я до сих пор не понимаю смысл того, что они сделали этот аромат. Ну, то есть смысл, возможно, такой, что вот глядя на успех аромата Элион Годдес, а успех этого аромата в большинстве своем, все-таки среди более молодого поколения, скорее всего, они решили приблизить к себе Мюглер, приблизить к себе молодое поколение посредством знакомства этого молодого поколения с Мюглер Элион классическим. Так как Мюглер Элион классический имеет такую, как бы это сказать, люди о нем говорят, что это что-то такое ужасное, что такое очень сильное, что такое бело-цветочное, токсичное практически, то, может быть, они решили как-то вот это вот контрастировать, вот славу этого аромата путем предложения сейчас вот этого нового аромата. Я хочу сказать, что этот новый аромат, вот этот HyperSense, он намного более легкий в начале. Я бы его не стала даже сравнивать с классическим Элионом, который у меня вот там, а больше с туалетной водой, Элион, потому что в туалетной воде тоже вот это вот в начале есть такое вот цитрусово-фруктовое какое-то, какая-то такая легкость. И потом, конечно же, потом уже жасмин и амбра. Ну, то есть я бы больше сравнивала этот аромат именно с тем ароматом, который более легкий. Но учтите, что когда я говорю, что он более легкий, туалетная вода, это не значит, что он действительно легкий в сравнении с любым другим бело-цветочным ароматом, из классических ароматов, из ароматов парфюмерки. Он будет очень даже нелегкий. Он более легкий, если мы его сравним с классическим старым ангелом. Так вот, скорее всего, для того, чтобы привлечь новых покупателей, они и сделали вот эту вот версию, которая максимально приближена к классическому Элиону, но она более облегчена, она более легкая, она более носибельная. Например, если мы даже говорим о туалетной воде Элион, даже мы не говорим о парфюме Элион, довольно сложно было в нём ходить, например, на учёбу, на работу, потому что всё-таки аромат очень интенсивный, очень. Этот совсем не так интенсивный, совсем не такой, он не такой термоядерный, он не такой вездесущий этот аромат. В нём легче, в нём легче находиться, в нём легче куда-то пойти. Он более уместный, например, на работе, на учёбе. То есть он больше, он не могу сказать, что он актуальнее сейчас, но он просто приятнее и удобоваримее для народа сейчас. Потому что времена, когда вот эти были Пойзоны, которые очень были яркие, сочные, или там Пуазоны, или там Опиум, вот это всё, вот эти времена прошли. Ну, не для всех ароматов и не для всей ниши, но в большинстве своём люди сейчас, конечно, стараются не пользоваться такими уж сильными ароматами. Так вот, я думаю, что только для того, чтобы привлечь более молодую аудиторию, и был создан этот аромат. Потому что огромной разницы, которая бы оправдала покупку этого аромата, особенно если у вас есть старая версия, и туалетная вода, и парфюмированная вода, ну, я не вижу. Для себя я, например, я не вижу смысла покупать этот аромат. Потому что у меня есть то, что очень похоже на вот это то, что было сделано сейчас. И, ну, смысла нет, смысла нет. Разница, разница, но она, ну, они на 90% примерно похожи. Вот, это то, что я хочу сказать об этом аромате. Я немножечко в недоумении. Если моя теория про то, что они хотят привлечь более молодое поколение, если она неправильна, то, если она не верна, то я не знаю вообще тогда, зачем было делать этот аромат. Настолько он похож, настолько он такой же, как и те другие ароматы. И со флакона, опять же, флакон, не могу сказать, что флакон уже настолько интересен, потому что, скорее всего, в интернете, благодаря всяким вот этим программам, которые там изменяют цвет, сатурацию, вот это всё, флакон, конечно, более ярко выглядел, более выигрышно, чем он выглядит на самом деле. Если вы уже купили этот аромат, пожалуйста, расскажите мне, понравился вам или нет, или вы так же, как я, чувствуете, что он очень похож, и не понимаете, зачем это было делать. Вот, опять же, хочу ещё сказать, что он хороший, аромат хороший, и стойкость у него хорошая, и 5-6 часов она есть на коже. Я не тестировала его на волосах, я не тестировала его на одежде, потому что на одежде, понятное дело, аромат будет долго сидеть, будет. И на волосах тоже будет, я просто волосы мою каждый день. То есть, стойкость у него есть, и шлейфовость у него есть, но просто похожесть с классическим ароматом, такая сильная, что я просто не вижу смысла в создании этого аромата. Напишите мне, что вы думаете об этом аромате. Я с вами увижусь в воскресенье. Я вас благодарю за внимание, и хорошего, хорошей среды. Пока!